В «Зените» очень сложно играть, и эта игра стала не исключением. Мы очень хорошо матч провели в обороне. Меньше, чем обычно, мы создаем контратакующих. Действие было фактически одно, когда Алексей не забил. Но в обороне сыграла вся команда. Блестяще. Очко в Питере. Всегда движение вперед. Я удовлетворен действиями игрока. Коллега, вопросы? Пожалуйста. Голос Ширного Спортэкспресса. Здравствуйте, Юрий Павлович. Скажите, пожалуйста, что с Ведором Чарлукой? Что-что? Что с Чарлукой? Какой-то спазм передней мышцы. Я так думаю, должно все нормально быть. Очень такого сложного, мне кажется, ничего нет. Еще вопросы? Петербургский дневник, Михаил Григорьев. Юрий Павлович, скажите, вот когда вы узнали, что у «Зенита» не сыграют с первых минут ни Дзюба, ни Азбом, у вас какие были мысли по этому поводу? Никаких эмоций. У нас было внимание на свою команду. И в последний момент, в какой-то мере, нужно было перестроение на других игроков. Юрий Павлович, довольны ли вы тем, как вели игру в ваше отсутствие на скамейке ваши ассистенты? Ну, мы все равно себя сдержали. Игра, на мой взгляд, шла нормально. Особенных таких, чересчур больших проблем не было. Как обычно бывает в Питере. Замена у нас одна была, которую мы сообщать сделали. Я думаю, нормально. А можете все-таки прокомментировать собственное удаление, потому что в этот момент вроде бы шипоносных событий не происходило, а тут такие страсти? Я считаю, что судья поторопился. Мне кажется, это он вспомнил матч, в котором мы играли в Уфе, когда он рекорд поставил по карточкам, 8 карточек. Я его тогда критиковал, видимо, он меня вспомнил. Я ничего грубого не сказал. Я только показал, что этот игрок, который сделал фол из «Зенита», он третий раз сделал нарушение, причем в нашей зоне. Больше я ничего не показал. А это была вторая желтая карточка. А первая была, это за то, что я возмущался желтой карточке Хеведесу. Хеведес тоже сыграл в мяч, причем это рядом со мной было. Но я думаю, наверное, он мог не удалять. Мог еще раз прийти, предупредить. Я ничего грубого не говорил. Это футбол. Когда эмоции есть, это хорошо. Нет эмоций, нет футбола. Он их погасил сразу зачем-то. Спасибо, Лоботенок. Я для того, чтобы эмоции вернулись. Юрий Павлович, а вспомните свои, как игрока, сколько у вас было красных карточек? Какая самая памятная из них? Много, много было. Ну какая это все-таки? Я не знаю, много. Юрий Павлович, вы очень опытный тренер, много по своей жизни повидавший. Ну вот, сказывается ли на вас ситуация, при которой есть неопределенность с продолжением вашей деятельности в локомотиве? Сказывается ли на вашей работе то, что у вас пока неопределенность по новому контракту? Спасибо. Я перетерплю и подожду. Здравствуйте, Юрий Павлович. Станислав Макеев сегодня провел мачу, как мне показалось, очень уверенно. И для 20-летнего парня, который вышел практически первый раз играть на 50-тысячном стадионе, в общем, выглядел очень круто. Можете прокомментировать его игру и довольны ли вы тем, как он действовал, как он смог справиться, наверное, с этим волнением, которое у него было перед матчем? Спасибо. Я очень доволен его игрой, игрой на сборах. Он своим трудом себе место, можно сказать, забронировал на этот период. На этот период. Он был очень уверен. Больше он занимался оборонительной такой работой. Но основное то, что этот парень в мае в прошлом году с большими сложностями был подписан на дальнейшее. И я удовлетворен этим, что он остался в локомотиве. У нас в доме столько вопросов, пожалуйста. Юрий Павлович, скажите, пожалуйста, насколько тяжело вообще выстраивать рисунок игры, когда в команде осталось только один ярко выраженный центр форварда? Ну, я имею в виду, я даже. Ну, остался один. Будем искать другие варианты. Вот сегодня Алексей играл на этой позиции. У Алексея был очень хороший выход, очень хороший момент. Ну, что сделать, сейчас горевать мы не будем, плакать не будем. Раз так, значит так и будем играть. Будем искать наилучшие варианты. Будет же Маледина, может кто-то еще из молодых в какой-то мере проявит себя, тоже помощь окажет. Говорить бесполезно сейчас. Их нет. Самое главное, чтобы эти остались. Жили здорово. А еще десять ее. Еще. Спасибо вам, удачи вам. Пучше вам стало, как меня ударили. Не то слово. Спасибо. 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 Делаем время для окружающей среды чемпионы, а снять, пожалуйста, убивать, снять и написать. Если вы когда-нибудь попробуете, то вы не хотите, чтобы помочь. Войдете в этот слой. Видите, вон, конечно. А что? В честь мушку вы получите, чтобы вы поймете, какой вот труд и сколько в месяц в полтых группах у вас ждает. Которые расставаются и возникают. И вообще, когда какие-то знают. Коллеги, добрый вечер всех с обновлением чемпионата наступающей весной среды праздниками. Сергей Баганович, по традиции, у вас не дает. Тяжелая игра была официальная. Первая, после большой паузы, борьбы, накалов было много. Моментов не так много голевых. В первом тайме играли хуже, на мой взгляд, много ошибались в простых передачах. Была возможность у локомотива убегать в быстрые атаки. В втором тайме прибавили в этом компоненте из-за исключения моментов концовки. Не было ни игры. В обороне сыграли нормально. В атаке, к сожалению, небольшое количество моментов, которые мы не смогли воплотить хотя бы в один забитый и гол. В принципе, наверное, такой справедливый результат. Старались, хотели сегодня победить, но, к сожалению, не получилось. Здравствуйте, Сергей Богданович. У меня два вопроса на одну тему. Первый, когда будет готов сыграть Дзюба и что с ним? По ходу Артема, надеюсь, что он начнет тренироваться вместе с командой уже в Кома и в ближайших матчах мы его увидим. И второй вопрос, почему решили отправить в атаку именно Ерохим из Дреуси? Какие еще сочетания впереди вы рассматривали? Никаких. Мы все не рассматривали. Игроки, которые могут сыграть в атаке, у нас практически, если бы была возможность выпустить Регони, наверное, выпустили бы Регони. Но у нас такой возможности и не было. Поэтому вариантов было немного. Александр Додорский, спорс. Сергей Богданович, продолжение вот этой темы. Стармин же в концовке все равно перешел в центр атаки. То есть, почему именно выбор был в пользу Ерохима? Что касается атаки, потому что Ерохим же и в этом сезоне в прошлом достаточно удачно играл слева в полузащите. И второй вопрос, то, о чем вы сказали в самом начале. Это простые ошибки, простые передачи были у Ратицкого, у Бариуса. С чем это связано? Сложно объяснить, когда в простых ситуациях ошибаются, конечно. Наверное, никто вам не объяснит, спросите у футболиста, почему ты ошибся, он не ответил. Наверное, принятие решения слишком, может быть, давил результат напряжения этого матча. Такой сумбур уже, или, может быть, первая игра специально обтягивается. Почему по каким-то... Старались сыграть, может быть, более сложно, но в футболе не всегда это хорошо. Как-то надо было играть быстрее, надо было иметь проще и точнее. По футболисту Тормина, но фланг – это его родная позиция, если можно так выразиться. Поэтому ему там привычнее играть. А объем того же Ерохина он позволял нам и прессинговать много. По объему он очень здорово двигался. Но те моменты, которые были у Саши, к сожалению, он не забил, не смог распорядиться для того, и потом попробовали в эту позицию Тормина. И дальше уже пытались и дали возможность идолировать немножко, а то играть почувствовать. Тэнк и ритм. Официальных игр он тоже достаточно долго не играл. Романович Леонидов, «Узкие верности». Можете прокомментировать игру Валкома? Насколько он набрал уже... Насколько процентов от своей идеальной формы? Насколько удовольны вы интенсивностью? Ну, практически полгода не играл. И тех товарищских матчей, конечно, это мало. Официальные матчи, нокау. Сегодня он двигался хорошо. Естественно, что будет еще прибавлять и будут создавать больше остроты. Но к ним не надо забывать, что мы играли в одну из лучших команд. Встречались команды, которые достойны друг друга сегодня. По которым сегодня появиться было тоже не только ему и другими игроками так легко. Сергей Богданович, прокомментируйте, пожалуйста, выбор основного вратаря. И, ну, так получилось, да, что, наверное, уже все догадывались, что будет играть Лунёв по последним контрольным матчам. И, как кажется, это произошло вот после товарищеского матча с ЦСКА, который заканчивал сборов с Бани. Почему, собственно, решение сейчас в пользу Лунёва и действительно ли как-то повлиял на это решение тот матч с ЦСКА? Он никак не повлиял на матч. То есть изначально это новая часть сезона. И мы смотрели, и у нас есть три вратаря. Из Саши, из Миши, из Андрея. И, на наш взгляд, на сегодняшний день изначально начинали на сборах. И Миша был сильнее, поэтому Андрей не играл. Последние матчи, тренировки, на наш взгляд, он смотрелся хорошо. Поэтому выбор был сделан в пользу Андрея. Абсолютно не зависит от каких-то таких матчей. Мы смотрим каждый день на тренировках. Мы анализируем матчи и смотрим те контрольные матчи, где какие. Естественно, выбираем из того, что мы видим. Делаем выбор в пользу того или иного игрока. Санкт-Петербургские ведомости. Вопрос продолжения еще про Кузяева. Как вы считаете, насколько быстро он сможет набрать форму? И все ли нормально у него вообще сейчас со здоровьем? И по молодым игрокам, есть ли шанс, что в этой фазе сезона мы увидим ребят, которые были с вами на сборах и играли в контрольных матчах? У Далера, конечно, только начал практически тренироваться в общей группе. Мы будем постепенно его выпускать. Я думаю, что игрок с его возможностями достаточно быстро набирает функциональную форму. Что касается игровой практики, конечно, тут чуть побольше, несколько матчей надо, чтобы он набрал хорошую форму. А касательно наших молодых ребят, конечно, есть. И я думаю, в ближайшее время кого-то из них точно увидим. Сергей Владимирович, ярким эпизодом сегодняшнего матча стал перформанс болельщиков с вашим портретом. Явно намекающий на то, что пора решать вопрос с вашим контрактом. Скажите, пожалуйста, оказывается ли на вашей работе вот эта неопределенность с неподписанным контрактом? Что нужно сделать еще? Пикеты у растральных колонн, яркая компания в прессе, организация личной встречи с Алексеем Борисовичем Миллером? Да нет, все нормально. Эта работа идет параллельными дорогами абсолютно. У меня есть основная задача – это выполнять свои прямые обязанности. Касаемо вопросов о контрактах, о контракте моем, если говорить, то разговаривать с руководством. Я думаю, что в ближайшее время сядем и обсудим. Уже сдвинулось между точки, разговаривал с Александром Ивановичем. Есть предложения от клуба, но в преддверии матча не хотелось отвлекаться именно на тему контракта. Гораздо важнее того, как мы в ближайшее время этот вопрос обсудим. Это не является проблемой. А болельщикам огромное спасибо, конечно. Запоминающиеся минуты всей жизни – спасибо огромное. Такое забытие очень-очень сложно. Спасибо. Сергей Богданович, Эдман Желбунов, НТВ. Скажите, пожалуйста, сегодня очень много навесов было. Это была тренерская установка или просто не получалось комбинировать в центре? Игроки уграли более простые решения? Нет, мы играли командой, которая играет в три центральных полузащитника, которая поранилась низко достаточно большую часть времени. Естественно, через центральную зону проходить было достаточно сложно, поэтому пытались, конечно, сконцентрироваться на флангах, на большем количестве переводов с фланга на фланг для того, чтобы все-таки растащить плотность или плотную редуту игроков локомотива, которые сегодня, но тогда должны оборонялись очень хорошо. Пожалуйста, еще вопрос. Сергей Иванович, вы перед игрой во флеш-интервью сказали, что Азмин готов играть. Почему же тогда он не вышел из 0? Потому что он день пропустил. Было недомогание, и понятно, что для нас было важно поберечь его. Мы с ним изначально разговаривали, насколько он готов и сколько сможет сыграть. Поэтому то, что он готов играть, это только его красит. Потому что игрок, который пропускает, был бы пожаловаться на здоровье. Он пришел и горел желанием сегодня сыграть. Естественно, с моей стороны, социально-тренерского штаба. Это его решение вызывает уважение. Он сыграл столько сегодня, сколько смог. В результате большое спасибо. В этом отношении у нас и Артем Зюба с температурой в свое время играл. Но ребята не жалеют себя, все время проводятся в бой. Я очень рад и горд за ребят, за их отношение к своей работе. Сергей Богданович. Дает ли какие-либо преимущества «Зенита» в чемпионской гонке три домашних матча подряд, при возможности увеличить отрыв от сопера? Сложно сказать. Если мы будем набирать очки в домашних матчах, это, конечно, будет преимуществом. Дома играть всегда приятней, но только играть – это мало, нужно побеждать. Тогда это с гипотетического преимущества может превратиться в реально нещутимое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok